Международный форум-выставка «Российский промышленник» продолжает свою работу в Экспо-форуме, а мы, Петербургский дневник, совместно с Экспо-форумом продолжаем наш проект «Россия. События хороших новостей». Я представляю вам очередного у нас в студии участника форума и моего сегодняшнего собеседника. Алла Аркадьевна Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций. Вот так вот правильно звучит ваша должность, но здесь ничего не перепутал. Здравствуйте. Все абсолютно точно. Здравствуйте. Сегодня на форуме вы представляете проект независимой оценки квалификации. Что это такое и какое значение он может получить, уже получает в нашей системе высшего, я так понимаю, образования? Не только. Независимая оценка квалификации существует уже шестой год. Это процедура, которая имеет даже свой профильный закон, закон о независимой оценке квалификации. А смысл ее очень простой. Человек через эту процедуру подтверждает, что его практические навыки, его профессиональные компетенции соответствуют тем требованиям, которые сегодня предъявляются рынком труда и фиксируются в профессиональных стандартах. А еще проще человек через процедуру независимой оценки квалификации подтверждать, что он готов самостоятельно, качественно, компетентно выполнять профессиональные задачи, профессиональные функции. Ну тогда напрашивается естественный вопрос. Я выпустился из профессионально-технического учреждения образовательного или из вуза. У меня есть диплом, который подтверждает мою квалификацию. Зачем человеку еще одно подтверждение? Диплом скорее подтверждает то, что мы называем образовательной степенью или же квалификацией по образованию. Он подтверждает, что вам дали некие профессиональные знания, общепрофессиональные знания, а вы их добросовестно усваивали. Но он не может сказать о том, какие конкретно функции вы готовы выполнять так, чтобы вашего работодателя это устраивало и чтобы он не сомневался в том, что вас можно допустить к работе. Вот профессиональные экзамены — это как раз не про то, что вы знаете, а про то, что вы умеете делать. То есть вы показываете на практике независимым экспертам, которые не имеют никакого отношения к тем людям, которые вас учили, знают, любят, наблюдали за вами пять лет. Это совершенно посторонние внешние эксперты от работодателей, которым вы показываете, чему вас научили, что вы умеете делать. Не рассказываете, а именно показываете. И поэтому это достаточно достоверная, объективная оценка ваших профессиональных компетенций. Это пропуск в профессиональную жизнь, в профессиональную деятельность. По этой идее человек должен сам захотеть сдать некие дополнительные испытания, получить дополнительный документ, который будет уже свидетельствовать о навыках непосредственно. Да, это совершенно справедливо. Законом предусмотрен такой инициативный характер, то есть человек сам добровольно выбирает для себя сдачу профессионального экзамена. Или же об этом может просить его работодатель. И в этом случае в трудовом договоре обязательно указывается необходимость прохождения профессионального экзамена. Если это инициатива самого человека, то, естественно, и финансовую нагрузку по прохождению этого экзамена несет сам человек. Если это инициатива работодателя, то оплачивается работодатель. Но вот вы спрашивали о студентах, вузах, колледжах. Для них такого рода процедура бесплатна. Включаются другие механизмы, которые позволяют свою первую квалификацию подтверждать на безвозмездной основе. А кто же это тогда делает на безвозмездной основе с точки зрения экзаменатора? Как правило, это делают заинтересованные работодатели, для которых очень важно получать не кота в мешке, а человека с подтвержденной квалификацией. Но помимо этого сейчас отрабатываются и такие модели, которые позволят через финансирование программы выделить ту часть, которая возместит затраты на проведение профессионального экзамена. Алла Аркадьевна, а кто в первую очередь сегодня получается заинтересован в таком дополнительном испытании? Сам выпускник вуза или учащийся вуза? Или все-таки работодатель? Это даже вопрос не теоретический какой-то, а вот исходя из опыта, который у вас есть. Вы знаете, можно сказать, что заинтересованность паритетная. И вот даже практика проведения такой процедуры показывает, что растет одновременно и количество работодателей, которые почувствовали вкус результатов этой процедуры и поняли, что через эту процедуру они могут увидеть. Но точно так же и молодые люди, которые, в общем, современные молодые люди достаточно прагматичны, и они хотят иметь в руках документ, который позволит им вести на равных диалог с работодателем. И не краснеет, когда их спрашивают, что вы умеете делать или какой у вас опыт работы. Поэтому есть заинтересованность с обеих сторон. И каждый получает свои профиты, свои бенефиты. Я не могу сказать, что сейчас эта практика масштабируется и масштабируется, ну, фактически для всех профессий, для всех специальностей, для всех направлений подготовки. Но тот процент молодых людей и работодателей, которые уже через этот опыт прошли, становятся своего рода амбассадорами такой процедуры. Он пока реализуется, этот проект, как пилотный в каких-то отдельных учебных заведениях? Он реализуется, да, как пилотный. Что касается вузов, то это пока порядка 29 вузов. Что касается средних профессиональных образовательных учреждений, они раньше вступили в пилотирование этой процедуры. Там уже порядка 10% всех колледжей России вовлечены. И объемы, количество и число студентов тоже уже до 7 тысяч доходит, которые через эту процедуру прошли. В Петербурге, где мы сегодня с вами находимся, тоже есть участвующие учебные заведения? Да, колледж водного транспорта уже давно участвует. Санкт-Петербургский финансово-экономический университет участвует. Строительная академия или строительный университет ваш участвует тоже. Но это вот как бы малая толика, потому что Санкт-Петербург активно включился в пилотирование. Если мы говорим о студентах, которым стало интересно, но они не учатся в ГАСУ, там, архитектурно-строительном, да, или вот еще в каких-то учебных заведениях, они могут каким-то образом принять участие в проекте или пока это исключено? Ну, стартует проект тогда, когда договоренности возникают между вузом и отраслевыми советами по профессиональному проекте. А что же мне делать, если я очень хочу представиться студентом? И не будет ли, извините... Нет никаких проблем. Не будет ли, извините, конкуренции на рынке среди потенциальных работников? Потому что рядом со мной окажется выпускник вуза, где есть такой пилотный проект, и у него есть дополнительная вот эта вот бумага. А у меня нет. Я, может, не хуже, но бумаги нет. Конкуренция возникнет, и эта конкуренция, как всегда, это двигатель самой процедуры, потому что ведь задача-то не просто в том, чтобы 70 миллионов работающего населения прошли через независимую оценку квалификации. Задача в том, чтобы реально повысить качество квалификации и наше доверие к профессионализму тех людей, которые обеспечивают нас товарами, продуктами, услугами. Но конкуренция действительно будет, но проект открытый, и любой вуз может в него вступить. Мало того, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации всячески поддерживает реализацию этого проекта, и, конечно, число вузов увеличивает. Он для тех, кто уже выпускается из вуза, или на каких-то более ранних стадиях обучения уже можно подтверждать свою... Можно, но это все зависит от того, как устроена образовательная программа. Но вы, наверное, знаете, что в последнее время и Министерство об этом говорит, да и вот и президент наш на последнем президиуме Госсовета, посвященном рынку труда, говорил о том, что студентам нашим необходимо обеспечивать не одну, а несколько квалификаций. При этом неплохо, чтобы какую-либо из квалификаций студенты могли получать и подтверждать в процессе обучения, да и выходить на рынок труда не разнорабочими, а квалифицированными специалистами. Поэтому в зависимости от того, как устроена образовательная программа, вы сможете подтвердить квалификацию и на более ранних курсах обучения, если уже достаточно той базы, которую вам дали для подтверждения этой квалификации. Либо же вы осваиваете всю программу и на последнем курсе проходите такую процедуру вместе со своей итоговой аттестацией, по которой вы получаете диплом. Речь идет о специальностях и, соответственно, предприятиях, которые связаны с промышленным производством исключительно? Нет. Или довольно широкий спектр? Я не знаю, грубо говоря, человек с гуманитарной профессией нуждается ли в подобного рода, как вы считаете, подтверждение знаний? Конечно, нуждается. Чем бы мы с вами ни занимались, мы должны этим заниматься профессионально. И хорошо бы, если бы наш профессионализм был как-то объективно подтвержден, и чтобы мы могли его уверенно предъявить любому человеку, который нанимает нас на работу или который пользуется, допустим, предоставляемыми нами. А где тогда? Я не знаю, в педагогике это возможно? Возможно. В педагогике возможно, конечно. В первую очередь, конечно, это нужно педагогам, потому что мы заинтересованы в том, чтобы к нашим детям приходили высокопрофессиональные учителя. Но с другой стороны, вернусь к своему опыту, опять же, да, вот заканчивал, правда, довольно давно университет, в 1999 году, у меня написано, что я специалист и преподаватель вот по своей специальности. Вот уже при устройстве на работу видно, что в дипломе это указано, значит, мне уже в университете доверили возможность ее подтвердили преподавать. Что же еще тогда от меня нужно? Ну, с одной стороны, справедливо ваше замечание, потому что, да, действительно, до определенного момента в наших дипломах все-таки более четко был очерчен спектр задач, для которых нас с вами готовили. Но это только часть вопроса. Первая часть вопроса в дипломе должна быть четко написана, по какому направлению, по какой специальности человека готовили. К сожалению, в современных дипломах этого не написано. Там вы либо магистр, либо бакалавр, и дальше догадаться нужно самому работодателю, что включает в себя это понятие. Но еще раз повторяю, это только часть. Ведь даже в том случае, о котором вы говорите, вас оценил ваш университет, который вас же учил там 4, 5 или 6 лет. Это неплохо, но это все-таки внутренняя оценка. А вот когда мы получаем оценку со стороны работодателей, экспертов работодателей, да, это именно так, как устроена независимая оценка квалификации, градус объективности все-таки повышается, и доверие вместе с ним. У меня политологическое образование со мной вместе. На одном философском факультете учились ребята, которые получали диплом преподавателя философии. Тоже, в общем, все понятно. Все понятно, да. Но вскоре после этого, буквально через пару лет после моего выпуска, более младшим, так сказать, коллегам стали выдавать диплом, в котором было написано «философ». Я хочу тебе представить, как здесь ваш проект оценивать навыки. Но, наверное, скорее всего, тоже преподавательские поступки. Конечно, конечно. Но что касается классических гуманитарных наук, то там в первую очередь оценивается квалификация преподавательская. Но, как вы помните, именно в классических университетах обязательно, наряду с формулировкой философ, математик, филолог или физик, обязательно была дополнительная квалификация преподавателя. Вот она прикладная, прагматическая квалификация, которую можно оценить. Но на самом деле, понимаете, если мы говорим о том, что философия – это не профессия, а некоторое удовлетворение собственного любопытства в познании… Да, но если это профессия, если вид профессиональной деятельности, все равно мы должны представлять, что человек делает. Нет, ну, кстати, ведь, ну, это, опять же, не применительно к философии, но применительно к любой классической науке. Человека готовят как исследователя. Но исследовательская деятельность тоже структурируется по определенному функционалу. Причем описать ее очень просто. Мы сейчас говорим, допустим, не об инсайсе… С теоретической физикой, с математикой тоже вовремя. Абсолютно. Это проведение исследований. Имперических, теоретических. Если это теоретическая физика, да, то это работа с теоретическими моделями. То есть мы ведь сейчас говорим не о предрасположенности человека и оцениваем непредрасположенность. Мы оцениваем профессиональную деятельность, да, вот как она выстроена. И может ли человек выполнять то, что этой деятельностью предусмотрено. Но даже в искусстве там есть немножко ремесла. И вот та часть, которая про ремесло, про технологию, она вполне визуализирована. Это не инсайт, это не коммуникация с музой, общение с музами, да, но это вполне понятная деятельность. Сама идея появления вот национальной системы квалификации, она вызвана была каким-то объективным, там, я не знаю, субъективным снижением качества образования. То есть работодатели видели, какие приходят к ним бывшие ученики, да, нынешние вроде бы специалисты, и сталкивались с тем, что дипломы и оценки не всегда соответствуют реальным знаниям и способностям. Да, это совершенно справедливо. У нас наш Российский союз промышленников и предпринимателей практически ежегодно проводит исследования делового климата в России. И один из блоков этого исследования как раз про то, насколько работодатели удовлетворены квалификацией действующих или потенциальных работников. И вот в течение нескольких лет постоянно повторяется одна и та же ситуация. Треть работодателей говорит о том, что они не готовы к технологическим прорывам именно потому, что им не хватает квалифицированных кадров. 91% работодателей, причем вот плюс-минус к этой цифре подводят многие разные исследования и наши российские и зарубежные, говорят о том, что практических навыков у выпускников нет. Да, в общем, и теоретические знания тоже западают. Поэтому да, конечно, статистический факт, что, к сожалению, подготовка современных выпускников не вполне соответствует ожиданиям работодателей ни по количеству, ни по качеству. Ну, количество — это отдельный вопрос, конечно. Сколько вы уже лет продолжаете пилотный проект? Ну, если вы говорите о независимой оценке квалификации для выпускников, да, то если начинали мы в 2018 году со средним профессиональным образованием, то это порядка пяти лет, но в вузах это только два года. Есть ли обратная связь со стороны работодателей? Ведете ли вы какую-то статистику, что люди, прошедшие ваш дополнительный экзамен, а них отзывы лучшие, и работодатели как бы подтверждают, что имеет смысл эта практика? Расскажите. Ну, как правило, поскольку это пилотный проект и все-таки количество студентов, проходящих через эту оценку, ограничено, то они сразу разбираются работодателями. И есть те работодатели, которые уже настойчиво требуют, чтобы к ним шли именно те выпускники, у которых есть такие свидетельства о квалификации. Но, кстати, вот в одном из ваших санкт-петербургских колледжей, это как раз колледж водных ресурсов, через два года после того, как мы начали это пилотировать в СПО, свидетельствовало, что родители абитуриентов задавали вопросы, а будет ли возможность по завершению обучения в колледже пройти независимую оценку квалификации. То есть, в общем, волна дошла уже даже до родительского сообщества, и это кое о чем говорит. Ну, определенная страховка, это определенная гарантия для выпускников. Если мы говорим об образовании в целом, мы уже с вами пришли к выводу, что оставляют желать лучшего на внешнем этапе. Есть ли еще какие-то проекты, которые позволяют, ну вот в рамках вашей деятельности, работать, так сказать, с образованием и с повышением его уровня? Ну, на самом деле, понимаете, оценка радиооценки никого не интересует. Эта оценка была задумана именно для того, чтобы поддержать образовательную организацию, не для того, чтобы сказать им, что вы плохие, вы плохо работаете, а для того, чтобы показать им, что не так, что нужно исправить, что нужно совершенствовать. И, конечно, такие инструменты, кроме оценки, есть. Во-первых, есть профессиональные стандарты. Это те стандарты, которые разрабатываются экспертами профессиональных сообществ, ну, иными словами, работодателями. И в них описано, что должен делать человек на определенных рабочих местах, и что он для этого должен знать и уметь. В принципе, это информация для образовательных организаций. Ориентируясь на профстандарты, можно разрабатывать те образовательные программы, которые действительно позволяют получить квалификацию. Кроме того, давно в нашем законодательстве существует, причем в законодательстве об образовании, существует такая замечательная процедура, которая называется профессионально-общественная аккредитация. Ну, аккредитация, да, это доверие, выражение доверия, профессионально-общественное, потому что от лица профессионалов, от лица работодателей. Это когда работодатели смотрят программу, проводят ее экспертизу и говорят, окей, по этой программе действительно можно подготовить человека, который потом будет выполнять нужный нам функционал и выполнять его качественно и самостоятельно, эффективно и так далее, повышать производительность труда. Или же они говорят, программа хорошая, теоретический фундамент прекрасный, но в ней не хватает практических навыков или не учтены какие-то новые технологии, с которыми работает бизнес. Вам нужно усилить эту программу за счет дополнительных блоков. То есть работодатели это настроены на нормальный диалог с системой образования, никто никого по щекам хлестать не хочет. Все хотят совместными усилиями довести подготовку кадров до того уровня, который поддерживает и развивает нашу экономику. Проект профессионального стандарта «Наставник» – вот такая вот интересная информация есть. Это что такое? Ну, наставничество существует очень давно, но как-то мы привыкли относиться к наставничеству как к великой миссии, как к какому-то эмоциональному порыву, забывая о том, что это деятельность, и это деятельность, которая требует усилий, это деятельность, которая требует дополнительной подготовки, и отбирать на эту деятельность людей тоже нужно, потому что не каждый может быть наставником. Ну, наставник – это же не подзатыльник дать, да, и сказать, не надо засовывать пальцы в розетку. Значит, я вспоминаю какие-то старые советские фильмы на производственную тематику, где молодого специалиста у станка обязательно за его спиной, у бригады, молодежной бригады, обязательно был опытный какой-то мастер, который, но мне тоже кажется, исходя из того, что я видела такая романтизация, наверное, образа, что это был именно эмоциональный порыв и желание воспитать молодежь в самом хорошем смысле. Ну, как вы понимаете, без мотивации, без желания ни одна деятельность не существует. Наверное, тогда деньги какие-то платили людям за наставничество. Да, и вообще какой-то статус у них был, который в последнее время немножко утратился. То есть сам функционал наставнический супер востребован работодателями, особенно сейчас, когда надо очень быстро переподготавливать или доготавливать или адаптировать людей. Но вот статус, поддержка людей, которые занимаются наставничеством, это, конечно, вот как раз то направление, которое оказалось в дефиците. И профессиональный стандарт как раз про то, чтобы поддержать наставничество, как вполне полноценный, востребованный вид профессиональной деятельности. И вот про стандарт описывает, что делает наставник, как подготовить людей, которые хотят становиться наставниками, как оценить их труд, и материальный, и нематериальный. Я правильно понимаю, что наставничество мы можем описывать с точки, как мы знаем, вот оно было, потом оно исчезло, или исчезло во многих местах, а теперь снова появляется? Оно, вы знаете, не исчезало де-факто, а вот де-юре его не было, потому что в нашем правовом поле есть документы только о наставниках, которые поддерживают государственных и муниципальных служащих. А во всех других сферах наставники как бы есть, и как бы их нет. И вот они вне правовой рамки. Профессиональный стандарт как раз и позволяет эту правовую рамку задать, что у нас есть такая деятельность, что люди могут ею заниматься, что эта деятельность должна быть вознаграждена, поддержана не только значками, которые получают единицы, но что это действительно очень востребованный функционал. Может быть, пора вводить экзамены для наставников с присвоением статуса наставника? Ну, как только появится профессиональный стандарт, такая возможность будет. А вот надо это делать или не надо, покажет практика. Возможности есть. Вот как дальше работодатели будут с этой возможностью работать, мы увидим. Если это действительно окажется востребованным, то почему нет? Очень интересная идея. Спасибо за сегодняшнюю беседу, Алла Казина-Факторович. Спасибо за интересные вопросы. Всего вам доброго и удачи. Спасибо.